сеятели жизни глава 14 что такое духовность вернувшись в лиму я рассказал брату и сестре о невероятной поездки в апу и разговоре с гадаром сикста и роза были полны энтузиазма и попросили рассказать подробности я рассказал ему о своем визите вылумен в апу но намеренно опустил детали связанные со скульптурами не потому что хотел сохранить это в тайне а потому что чувствовал что каким-то образом мое будущее лично связано с этой информацией уклончивое отношение гадара к этому каким-то образом означало что-то важное иначе он не позволил бы мне увидеть скульптуру в глубине души я знал что скоро тайна будет раскрыта но это открытие будет иметь серьезные последствия очевидно что моему отцу было очень трудно принять это приключение и я не мог его винить даже мне это было довольно трудно принять иногда я отходил в уголок и думал а было ли это на самом деле в конце июля было несколько полевых встреч но не таких важных как те которые у нас уже были поэтому я воспользовался свободным временем чтобы проанализировать весь наш опыт упорядочив полученные сообщения по темам примерно в это время я познакомился с очень интересным и дружелюбным молодым человеком новым членам института этот новый друг хирарда брандес принадлежал к великому вселенскому братству это педагогическая организация основанная в каракасе венесуэла в 1948 году доктором сержем рейнаром де ла ферриером и уже несколько лет активно работавшие в перу это международная организация связанная с хатха-йогой была представлена в стране орденом водолея где хирарда был инструктором среди множества бесед которые я вел с этим умным незабвенным другом которому я многим обязан одна вызвала несколько вопросов и горячие дискуссии речь шла о концепции духовности действительно спорной теме предлагающие различные подходы и точки зрения долгие часы философских бесед с хирарда привели к возникновению множество вопросов на эту тему поэтому я попросил гадара через общение помочь моему запутавшемуся уму преодолеть эти вопросы так как считал что это важно для нашей работы в тот вечер после философской бойни учиненной жерарда я пошел в свою комнату сел на пол расслабился как мог и мысленно вызвал гадара без всякой задержки мой внеземной гид ответил как обычно да гадар отныне после всего пережитого мы можем начать более ясное глубокое восприятие жизни мира и вселенной но какие объективные систематические вопросы мы используем чтобы иметь более широкое видение спросил я останавливались ли вы когда-нибудь на мгновение чтобы просмотреть историю своего мира и попытаться понять в какой момент вы отклонились от естественного хода творческого конструктивного развития насколько искаженными и неполными кажутся вам представления о вашем мире спросил он а что насчет нас самих что мы собой представляем результат нереального неполного предвзятого видения странная карикатура на то какой должна быть жизнь человек никогда не останавливался чтобы подумать и проанализировать свой жизненный опыт он считал ненужным глубокий пересмотр своих основ и целей и предпочитал что-то легкое тривиальное то что оправдывало бы все без всяких усилий почему почему мы слепы спросил я встревоженный кажется невероятным сказал гадар что парадигмы эти незаметные фильтры присутствующие в каждом человеке могут играть такую драматическую опасную даже избирательную роль на протяжении всей жизни еще труднее принять тот факт что хотя человек считает себя достаточно умным он опасно беззащитен и уязвим перед этими механизмами которые постоянно вмешиваются в то как он видит и интерпретирует мир больше всего беспокоит то что его решения не принимаются свободно они являются результатом взаимозависимого действия полного предрассудков и конечно парадигм во все времена парадигмы влияют на каждый шаг интеллектуальной эволюции человека фильтруя и ориентируя его интерпретацию видимого конкретного мира и невидимого внутреннего мира на протяжении всего времени через голод чуму войны лишения и открытия представление о причине и цели жизни во вселенной было запутанным и противоречивым когда людей спрашивают о цели их жизни они предлагают самые разнообразные объяснения некоторые из них немного банальны другие мистичны или религиозны а есть даже такие которые немного романтичны причина существования здесь и сейчас эта часть неудобного вопроса затерянного в вихре повседневной рутины в переплетении проблем и забот которые побуждают искать быстрые и упрощенные ответы к сожалению в конечном итоге они никого не удовлетворяют оставляя еще большие пробелы разочарования в этом случае единственным решением является поиск чего-то что заменило бы беспокойство вызванное незнанием того как оправдать свои ежедневные потери тайны что послужило бы мостиком для решения важных жизненных вопросов но эти ответы вскоре превратились бы в мистический догматический палеотив усталость вызванная долгими бесплодными поисками в конце концов привела бы к радикальной альтернативе либо к возврату к жестокому бессмысленному материализму либо к мистицизму где чувствовать и мечтать более приятно чем думать и обосновывать как я уже говорил в последнее время человек начал задавать себе вопрос о том что он должен думать по поводу конфликтов несогласованности неуважение и разочарование в мире где он живет не потому что он беспокоится о своих ближних а главным образом потому что он осознал себя жертвой ему предлагается множество вариантов и различных способов поиска ответов декарт один из великих древних мыслителей вашего человечества который следовал рациональному течению мысли стал известен благодаря интересному высказыванию каджита и оргоусом простыми словами мы можем сказать я мыслю следовательно я существую интересно может ли кто-то просто будучи способным мыслить приобрести понятие существования вероятно утверждение должно звучать следующим образом я мыслю следовательно я живу акт мышления не обязательно подразумевает что человек осознает свое существование существование относится к сознанию способности определить роль жизни в конъюнктуре универсальных сил и переменных к восприятию бытия и подчинение цели которая когда-нибудь будет понята существование это акт интеграции смысла жизни понимание роли которую человек должен играть на вселенской сцене акт открытия ценности и разумной жизни и способности видеть и понимать кто мы куда мы идем и какую роль мы должны выполнять в творении в другой области эзотерике кто-то в вашем прошлом уже говорил что вселенная прежде всего ментально но так ли это на самом деле чувствительность к восприятию тонких посланий вселенной ценности жизни и каждого сотворенного существа человеческого или иного является важным партнером размышлений ибо без способности чувствовать и ценить должным образом любой результат будет неадекватным мышление недостаточно чтобы понять важность существующего или осознать реальный смысл сознательной жизни также чувства и интуиция не являются достаточными или адекватными чтобы иметь ясный образ бытия и существования я думаю что в процессе сознательного развития каждый поступок должен пройти через размышления иначе это будет неразумное действие а скорее импульсивное и иррациональное как я уже говорил быть рассудительным не значит быть холодным или безразличным как некоторые из вас думают это значит быть вдумчивым чувствительным рефлексивным и сознательным психический процесс пытается понять ограничения которые мешают развитию и ясному восприятию окружающей нас действительности быть рассудительным значит осознавать парадигмы которые могут помешать ясному восприятию возможностей для поиска пути существования с древнейших времен вашей истории жизнь была самой большой загадкой когда человек осознал свою творческую способность он также осознал другую творческую работу исходящую из инопланетного источника и себя как его часть и совершенное свидетельство этой силы когда первобытный человек расколол первый камень и превратил его в орудие труда на этой маленькой планете началась революция существо перестала быть простым животным и превратилась в творца в тот самый момент были установлены отношения которые превзошли границы конкретного зайдя в области которые до сих пор не известны когда он стал способен создавать новую форму пусть даже из простого необтесанного камня человек полностью осознал что он не одинок подобно инструменту который он создал животным которых он рисовал в темных пещерах идея которой он дал жизнь своими руками его собственное существование также имела подобное происхождение кто-то или что-то создала его как и все вокруг подобно волшебному фокусу это пробуждение поставила человека выше животных и позволило ему начать строительство нового сознания показывающего что он не является обычным существом и что у него несомненно есть определенное место на космической сцене ибо он был помещен туда с определенной целью идея о предсуществовании знания или реальности содержащий секреты жизни сформировалась и окрепла во время его пробуждения спутанные концепции и различные выводы возникли в попытке достичь этого понимания путь был нелегким каждый человек интерпретировал послание вселенной через бедное упрощенное видение причин оправдывающих жизнь в ее истинном понимании ограничивающие парадигмы того момента сделали свое дело повлияв на расшифровку этих проявлений эти послания или сигналы сложные танки и их необходимо интерпретировать а как насчет возможностей развивающегося молодого разума который все еще пытался познать основные основы выживания ресурсы первобытного человека были скудны не только в возможностях но главным образом в средствах для сравнения и обсуждения поэтому гораздо проще было строить мифы создавать легенды и суеверия чтобы интерпретировать жизнь в общечеловеческом контексте бытует мнение что тайну можно разгадать но не каждому это под силу где-то в этой фантастической вселенной есть знание настолько могущественное что оно содержит в себе постижение любой тайны где-то в чарующем космосе есть ключ ко всему необъяснимому этот ключ может быть физическим или нематериальным но он где-то существует и кому-то принадлежит но не все существа будь то люди или нет обладают решимостью мужеством способностью к самоотречению и силой для достижения столь амбициозной цели это оккультное знание обильный источник ответов искали в вашем мире на протяжении всего времени мистики религиозные деятели философы ученые и мыслители которые выражали свои выводы через истории мифы героические легенды теории мысли и многими другими способами и создавали течение мысли направления секты или религии которые претендовали на единственный синтез этого таинственного оккультного знания они не осознавали что дают свою индивидуальную интерпретацию найденных ими сигналов ограниченную их парадигмами другими словами состоянием сознания приверженного только историческому моменту предпочтением желанием обычаям и временным потребностям в целом на которых они основывали свой поиск дорога ведущая к этому фантастическому источнику знаний постоянно ускользает от тех кто по ней идет она сложна и требовательна и подобно ревностному любовнику требует полной верности достаточно простого промаха абстракции глупой задумчивости или простой экстраполяции чтобы разрушить весь уже проделанный труд опасности на пути к истине это незащищенный момент и небрежность один неверный шаг и вся проделанная работа потеряна в этом процессе знаки определяющие путь к знанию тонкие быстрые драгоценные образующие карту к сказочному сокровищу и поэтому дорога полна опасностей каждый человек исторически признает существование знания превосходящего то которым он обладает сегодня или когда-либо будет обладать каждое существо играет свою роль на историческом пути эволюции они мгновение на долгом пути конец которого ускользает от их понимания но им дана возможность продолжать расти и расширять восприятие которая в конечном итоге приведет их к постижению жизни если только они смогут соединить кусочки головоломки составляющие карту конечной судьбы в противном случае они проведут свою жизнь вращаясь по кругу или умирая в ловушке так и не получив возможности взглянуть на скрытое удовольствие жизни которая ждет своего часа рассвет сознания это нечто сложное и трудное он требует отношения мотивированного ясными целями решительных усилий настойчивости и сильной воли на этой чудесной безграничной сцене существуют существа перемещающиеся из одного места в другое как часть сложной системы и среди них существо мыслящее выделяющиеся способностью овладевать преобразовывать и манипулировать это существо обладает особой способностью понимать лучше чем любое другое помимо того что оно мыслит и постепенно осознает свое взаимодействие с окружающей средой она также обладает чувствами которых нет у животных это значит что хотя наше мышление на данном этапе эволюционного развития слабо мы в то же время обладаем разумной абстрактной деятельностью которая еще больше отличает человека от животных животное может формировать движение ассоциировать элементы импровизировать инструменты и даже испытывать благодарность но она вряд ли сможет понять свой внутренний мир или досконально прочувствовать что значит быть живым у животного есть физические базовые потребности которые нужно удовлетворять но у человека есть потребности выходящие за эти рамки когда человек освобождается от основных потребностей присущих его состоянию как живого существа он обнаруживает тонкие потребности характерные для разумного мыслящего существа нет более сильной потребности чем та которая связана с самосознанием узнать кто или что мы есть почему мы живем и чувствуем и каким будет наше будущее но скрытые ловушки в процессе развития нарушили его восприятие и замаскировали дорогу по которой он должен был идти как только он свернул на неправильную дорогу все остальное было просто последствиями заблудившись на пути эволюции избитый с толку необходимостью искать ответы он выбрал упрощение отрицая реальные возможности для просвещения укрепляя свое невежество кто такой человек на самом деле что он собой представляет существо попавшие в гигантскую паутину из которой он не может освободиться ребенок потерявшийся в темной ночи и неспособный найти дорогу домой беспечный человек чье внимание ушло с дороги ведущий к цели это существо тратит время на разглядывание пейзажей по дороге задерживаясь в пути и ценя вещи которые являются всего лишь бессмысленным украшением он пытается компенсировать свое недоумение опытом и открытиями имеющими лишь временную ценность он глуп и самонадеян и упорно пытается скрыть оправдать или игнорировать свое отклонение от правильного пути но он также удивительное существо разделенное на две реальности и два состояния восприятия ментальная или рациональная и другое более разумная тонкая глубокая на протяжении веков он использовал духовность как эффективную альтернативу чтобы убежать и найти покой и утешение в своей беспокойной жизни которая оправдывает его лишения и страдания но что такое духовность на самом деле лучше сказать что значит быть спиритуалистом согласно одной из земных философий спиритуализм это состояние восприятия состояние ума противоположное материализму или материальному представлению о вещах другие определяют его как современную веру сосредоточенную на общении с умершими и принимающую реинкарнацию и психические проявления связанные с ритуалами с другой стороны есть те кто определяет его как философию которая признает существование духа как существенной реальности отрицая что все есть только материя хотя эти определения традиционно понимаются вашими людьми мы видим что единственное что их объединяет это тот факт что все они верят в существование другой реальности состоящие из субстанции которая не является материальной обычно называемой духом но что такое дух на самом деле спросил я любопытствуя согласно наиболее выразительным объяснениям которые мы нашли в истории человечества сказал гадар дух это бестелесное существо нематериальный принцип сущность наделенная высшим интеллектом и главным образом способностью знать и понимать слово дух берет свое начало в мифологии древних культур особенно у шумерских и семитских народов но помимо того что слово дух используется для обозначения сущности она обычно используется как синоним души или для обозначения внутренней силы у древних семитов дух обозначался словом руах а у греков словом пневмотос семиты ассоциировали дух с идеей ветра дыхание а также с жизненной силой исходящей из сердца у греков были идентичные понятия эти же понятия используются и сегодня например когда говорят о духе борьбы духе рождества духе жертвенности или о внутренней силе всегда связаны с определенной силой которая возникает изнутри но он никогда не используется как отдельная независимая сущность в целом включая религии люди думают о духе как о проявлении или силе личного характера также путая его с понятием души католическая религия хороший тому пример в евангелии от луки иисус говорит отче в руки твои придаю дух мой здесь мы видим явную путаницу между душой и духом в то время как в другом библейском отрывке иоанн говорит бог есть дух что резко контрастирует с марком где мы читаем дух бодр плоть же немощно и с лукой который говорит если вы будучи злы умеете даяние благие давать детям вашим тем более отец ваш небесный даст духа святого просящим у него эта путаница продолжается во всей библии приписывая духу медиумические и психофонические способности на этих простых примерах мы видим что библия понимает дух в двух формах проявления одна как сущность жизни существа его жизненная активная творческая сила а другая связанная с душой как индивидуальная универсальная сущность которая покидает тело после смерти как я уже говорил вам душа это ваше реальное я единственное реальное универсальное я ваша космическая идентичность как вы видите дух это нечто совершенно иное поэтому когда мы говорим о спиритуализме мы должны тщательно обдумать и объяснить о чем идет речь имеем ли мы в виду спиритуализм который имеет дело с анимистической доктриной или спиритуализм который рассматривает живое существо как существо находящееся в развитии имеющие атрибуты и характеристики того уровня на котором оно находится в данный момент и способное расширять свой потенциал на пути к внутреннему раскрытию а также к приверженности жизни на самом деле спиритуализм запутался в сознании человека его концепция претерпевает те же искажения которые мы можем найти в древних текстах для большинства людей человек спиритуалист это спиритист адепт анимистической концепции который хочет разгадать тайны души как бессмертной сущности но у нас есть и другая концепция более объективная которая относится к существу полностью посвятившему себя внутреннему открытию пытающемуся найти определить и понять потенциальные возможности которые делают его мыслящим существом способным увидеть и определить свой сценарий свою цель и свою универсальную идентичность другими словами у нас есть спиритист который хочет убедиться в жизни после жизни реинкарнации общение с тем планом и который хочет разгадать тайны жизни и смерти он будет использовать эту информацию как мотивацию для противостояния материальной жизни и как причину для принятия физического конца смерти но настоящий спиритуалист должен попытаться узнать и понять почему должна существовать жизнь после жизни почему он должен искать это объяснение почему он должен думать или чувствовать почему он должен отличаться от животных почему он был помещен в этот сценарий как долго он должен следовать и какой процесс приведет его к этим ответам этот спиритуалист избегает догматического упрощенчества отказывается принимать тайну за ответ не останавливается ни перед каким препятствием не ослабевает перед трудностями и его нелегко обмануть в вашем мире спиритуализм начался с мистики и религии и стал альтернативным бегством помощью и ответом на страдания от репрессий навязанных господствующими классами на протяжении многих лет он укреплялся как способ оспорить холодный и суровый материализм и в итоге полностью его отрицал чтобы быть спиритуалистом в вашем мире необходимо отрицать материю отказаться от технологий и комфорта и вернуться к простой жизни без осложнений и требований вылепленной по образцам отрешенности короче говоря вернуться к истокам в представлении ваших людей спиритуалист это человек который отказывается от современных улучшений общества потребления в пользу жизни в затворничестве чем дальше от привязанности к материи тем лучше чем примитивнее ваш образ жизни тем более духовным вы будете считаться в социальной концепции стандартный стереотип спиритуалиста на земле определяется некоторыми клише такими как простая или поношенная одежда желательно длинные всклокоченные волосы мужчина с нестриженной бородой скромный дом с мистическим убранством простая пища тихая семейная жизнь с большим количеством детей свободная от предрассудков где единственным главным словом является любовь все эти характеристики приписываются тому кто вышел за пределы материальной жизни в поисках своего внутреннего я по крайней мере именно такой образ обычно складывается у вас а спиритуалисте но до какой степени спиритуалист должен отрицать материю интересно является ли отрицание открытий или враждебное отношение к комфорту верным способом достичь более высокого уровня сознания и понять реальность существования я думаю что для вас важно рассмотреть до какой степени такая радикальная позиция может быть лишь бегством и разочарованием от неудачной попытки оправданием беспечного безответственного отношения способом оправдать и простить себя за неспособность принять свое незнание жизни молчаливым протестом против внутреннего конфликта или противоречия способом атаковать мир который атакует вас вы ошибочно думаете что внутренний путь начинается с отрицания материи избегание любого участия в конкретном мире такой подход часто используется как ответ на насилие системы по отношению к вам но как вы можете отрицать главный инструмент который у вас есть для совершения любого открытия отправную точку любого процесса это тоже самое что не признавать что для того чтобы учиться нужно быть невежественным или что для того чтобы жить нужно родиться именно через материю мы видим чувствуем оцениваем или постигаем измерение вселенной переживаем первый момент жизни первое восприятие красоты первое удовольствие и первую боль осознаем бытие и учимся понимать именно через конкретную материальную жизнь мы можем получить стимулы ощущения и опыт которые будут преобразованы в необходимые инструменты для начала любой упорядоченной разрушительной или конструктивной деятельности материя это обязательная отправная точка для открытия тайн жизни и как таковая должна быть подробно исследована и понята но это также может стать отправной точкой для проблем путаницы искажений если нет объективного восприятия или глубоких знаний готовых противостоять ловушкам невежества предрассудков и очевидно парадигм которые могут легко помешать последовательному развитию вида неизбежно приводя его к полному уничтожению тщательное изучение природы показала что процессы естественного отбора видов происходит в основном из-за изменений в окружающей среде и быстрой адаптации существ к этим изменениям более сильные и способные выживают спариваются и генетически передают свои характеристики потомкам гарантируя преемственность вида в противном случае запоздалая адаптация или потеря генетического качества приведет к мутации варианту радикально изменяющему характеристики вида или просто уничтожающему его в процессе эволюции животное обеспечивает свое существование повинуясь высшей силе инстинкту это внутренняя сила управляет его моментами выбором и действиями он следует естественному мощному импульсу который непреодолимо господствует над ним пока этот внутренний зов является его ориентацией его жизнь будет зависеть только от способности отвечать на этот зов но когда эволюция поднимает животное на уровень интеллекта где инстинкт уступает место эмоциям а мысли делают первые шаги его непрерывность оказывается под угрозой природа предусмотрительно постаралась сохранить баланс планетарной экосистемы ярость стихий хищники болезни и многие другие переменные обусловили процесс селекции гарантируя продолжение рода более сильным и подготовленным но интеллект позволил устранить традиционные переменные отбора улучшая условия жизни усиливая жизненный цикл увеличивая число рождений уменьшая опустошительные болезни и соответственно смертность с другой стороны это дало начало процессу вмешательства в окружающую среду изменяя экологические условия для выживания менее развитых видов эволюция показала что природа может справляться с глубокими радикальными изменениями в окружающей среде и среди существ каким-то образом корректируя ход вещей помимо факторов естественного отбора интеллект превратил войны в селективный процесс в котором человек к сожалению уничтожает большой генетический контингент превосходного уровня ибо уничтожаются те кто наиболее способен к борьбе сохраняются те кто не считался склонным к службе войны уничтожают лучшую молодежь человечества тем самым влияя на генетический фонд точно так же общество потребления устанавливает правила выживания в городском контексте оно способствует появлению системы которая поощряет социальное различие статус расизм и сегрегацию порождает опасную ненависть зависть мучительную тревогу и отчаяние нищеты качество будущих индивидов будет определяться их опытом насилия воровства репрессий отсутствием безопасности ограничением возможностей и постоянным ростом стоимости жизни в социальном плане экономически более низкие классы размножаются имея больше детей в то время как экономически более стабильные семьи имеют меньше детей наконец парадигмы являются наиболее опасными факторами отбора поскольку они определяют интенсивность этих переменных элементов силу и степень их действия в каждом сегменте человеческой деятельности чем незаметнее тем активнее а чем более индивидуализировано тем опаснее парадигмы несомненно являются основным фактором отбора в процессе разумной эволюции определяя курс которым будет следовать вид в ходе своего развития а также скорость с которой будут происходить преобразования за или против все ранее упомянутые факторы имеют селективную функцию но природа использует селективные механизмы для постепенного улучшения вида или определения его конца из-за его неадекватности в то время как процесс созданный человеком имеет только одну конечную альтернативу постепенное самоуничтожение несправедливо влияющее на все другие формы жизни окружающие его на земле или за ее пределами теоретически каждое разумное существо должно выбирать только тот путь направление которого ему известно или который как ему известно является кратчайшим или наилучшим для достижения цели не первый шаг является началом путешествия а тот факт что вы заранее знаете что это единственный или лучший путь таким образом начало приключений начинается с четкого представления о цели которую необходимо достичь а также о средствах доступных для достижения этой цели одна из самых сильных парадигм человека думать что решение всех его проблем заключается в том чтобы быть технологом технократом интеллектуалом или материалистом погруженным в систему конкуренции в которой он пытается выжить индивидуально его жизненная философия говорит о том что быть конкурентоспособным это лучший способ выжить с другой стороны парадигмы неудовлетворенности конформизма и одиночество уводит его в противоположную сторону неуверенность в себе страх неудачи возраст и отсутствие возможностей подпитывают конфликт отчаянно пытаясь вырваться из системы он обращается к мистицизму своей отрешенностью он хочет оправдать отказ от показных стандартов материалистического мира поиском духовной сущности или божественной причины он хочет покончить со своим одиночеством и отсутствием любви в этом новом мире который кажется ему многообещающе комфортным он будет навязчиво искать решения своих проблем по крайней мере экзистенциальных ибо здесь кроются могущественные силы которые если их вызвать избавит его от боли конфликтов бессвязности и страха перед завтрашним днем ослепленный паникой перед туманным неопределенным будущем сбитый с толку лишениями и страхом перед конфликтами он будет верить что одно лишь призывание таинственных сил или одно лишь мечтание об идеальном более гуманном мире сделает все реальностью пути диаметрально противоположны на одной стороне материальная сила спасение на другой духовная сила спасение парадигма превосходства человеческой или божественной силы становится единственным известным путем к решению человек ошибочно ищет преобразование отдельно от своей собственной силы и действия он отчаянно ищет лидера гуру мессию магната политика духа или инопланетянина который выведет его из ловушки постоянно отвергая собственные возможности выйти из этого тупика он может только переформулировав свой взгляд на жизнь мир людей выживание существование и духовность анализируя связывающие его парадигмы он может освободиться и продолжить последовательную эволюцию на пути к реализации и счастью до тех пор пока он будет продолжать искать лучшей жизни среди остатков гниющей структуры полностью противоречащей универсальной причине разумного преобразования он будет все дальше и дальше от понимания того что это неправильный путь ирония заключается в том что он одновременно так далеко и так близко он ходит по кругу пойманной инерцией своих парадигм ожидая что кто-то поможет ему увидеть дорогу которая находится прямо рядом с ним наконец быть спиритуалистом не означает отказаться от мира и стать отступником противником системы яростным борцом упрямым демагогом закоренелым реакционером социальным изгоем отчужденным анархистом или мистиком поскольку все это тоже было бы другой радикальной парадигмой спиритуалист постоянно ищет способ понять человеческие отношения отношения человека с самим собой и человека с законами которые управляют вселенной и достичь овладения материей он стремится понять свою внутреннюю силу и преодолеть свои недостатки чтобы в конце концов использовать собственное тело как инструмент для открытия того что существует за этой реальностью называемой материей парадигмы преодолеваются и сменяются в непрерывном движении открытий в динамике действий в ловкости и гибкости понимания в опрошании в обмене впечатлениями в обмене опытом и в грезах идей мы можем понять концепцию простого стола не только через осязание визуальное восприятие или чувство но и через ассоциацию идентификацию и использование процесса рационализации чувство и чувствительность предложат вам другие аспекты помимо тех что связаны с использованием стола те что связаны с эстетической ценностью симпатией дружбой и красотой стол можно идеализировать в уме но он может стать реальным и истинным только через конкретные действия мечты и размышления не могут выполнить работу поможет только физическое исполнение жизнь не станет лучше только от желания вы должны совершить конкретное организованное совместное действие преобразование которое приведет ваш мир к полной реализации жизни произойдет через объективное физическое действие вытекающие из идеальной архитектуры на прочной основе другими словами из существенной материальной реализации проекта спиритуалист это тот кто привержен действию реализации знанию критическому размышлению и поиску непрерывного обучения что позволит достичь нового состояния динамичного обширного свободного ясного и глубокого сознания где не будет места неуверенности страхом слабостям эгоизму завести или конкуренции там будет много места для здоровых вопросов самопознание обмена мнениями понимание чувств понимание причин и переживания истинной природы жизни или универсального сознания одним словом чтобы наконец-то стать счастливым существо будет спиритуалистом когда она попытается прожить свой эволюционный момент во всех его аспектах ибо оно будет посвящено открытию самой захватывающей тайны жизни открытие жизни это открытие самого себя безграничное завоевание свобода полного существования это открытие обители творческой силы в себе разделение ее силы и нахождение под ее защитой возможность существовать в свободе больше не является для вас секретом это вызов и естественный результат вашего избирательного процесса проникнуть за тонкую завесу этого внутреннего нематериального глубинного мира значит осознать что жизнь в целом это просто непрерывное бешеное движение энергия огромной силы которая опрокидывает тех кто не способен ей следовать но если вы откроете ее для себя гармонично следуя ее замыслам у вас появится возможность ощутить радость от того что вы живы что вы любите и что вы являетесь частью преобразующей работы жизнь это синоним духовности ведь если вы не знаете своего внутреннего я вы не знаете жизни вы никогда не испытаете желаемого удовольствия радости и покоя упустив возможность почувствовать в себе глубину и ограничив себя выживанием в одиночестве спиритуалист не живет в зависимости от интеллекта инстинкта разума эмоций или чувств он использует их как промежуточные средства эксперимента как ключ к двери отделяющий его от реализации они лишь средства которые могут привести его к полному восприятию тонких конкретных реальностей ибо они лишь мельчайшие части целого при правильном использовании эти средства могут привести его к состоянию растущего сознания свободного от поддельных правил где любовь уже не простое чувство а сама жизнь полная уникальная жизнь интегрированная в повседневную рутину конец этого пути мир и счастье внутренние внешний мир как результат уровня сознания приобретенного через опыт и понимание целей существования где счастье приходит от любви к жизни к высшему смыслу и как очевидный результат это сублимированная любовь которая больше не может быть индивидуализированной раздробленной или разрушенной а является непрерывной постоянной чистой и вечной чтобы эта мечта могла начать сбываться ваши братья должны совершить радикальную глубокую внутреннюю революцию базовая тотальная перестройка которая перестроит все концепции от самых первичных и тривиальных до самых сложных условия которое заново сформулирует нынешнюю экзистенциальную и духовную реальность человека духовность это главный синоним свободы духовное существо это свободное существо которое проживает свою жизнь разгадывая удовольствие жить и любить в изобилии она больше не принадлежит к вселенной классических парадигм она существует в непрерывной мутации позволяя жизни течь внутри него с той же скоростью с которой движется космос это существо существует чтобы познать непрерывность своего развития она практикует искусство любить свою природу себя и как продолжение других ибо они не враги ему а братья товарищи по приключению эта решимость не имеет границ но его воли единой и постоянно его мудрость растет его понимание расширяется благодаря знаниям и наконец его чувства очищаются с каждым мгновением вы сможете любить друг друга только тогда когда сможете полюбить жизнь а полюбить жизнь вы сможете только тогда когда у вас будет способность понять ее а для этого как уже было сказано более двух тысяч лет назад необходимо родиться заново чтобы жить в свободе вы должны понять что вы не можете не быть тем кто вы есть законченными существами в развитии и вы должны понять кем вы на самом деле не являетесь рабами своих слабостей и слепцами лишенными всеобщего видения бытия из-за своего конформизма вы будете готовы к лучшей жизни когда ваш образ чувств и мыслей будет проистекать не из простого опыта следствие внутренних слабостей или заранее установленных норм а из выражения восприятия желания быть и существовать на одухотворенном уровне сознания завтрашний день придет с надеждой на новую эру из хаотичного мира придет хорошая погода приносящие спокойствие и надежду на лучшие дни когда выбор будет сделан и две стороны медали будут определены начнется другой мир подожди чарли нам еще многое предстоит сказать мы скоро встретимся прощай гадар на этом послание гадара закончилась она расширила мое понимание человеческой природы оно дало ясную картину альтернативных путей которые могут освободить нас от ограничений мешающих нашему развитию однако некоторые слова вызвали вопросы относительно толкования что означали слова когда выбор будет сделан когда две стороны медали будут определены начнется другой мир на данный момент я был измотан долгий подробный контакт истощил мой разум хотя последние слова были чрезвычайно загадочными я слишком устал чтобы спрашивать сомнения которые посеял во мне херарда рассеялись завтра гадар наверняка должен будет подробно объяснить мне значение этих слов а также присутствие человеческого лица на площади бюста в апу а и и и и и и а и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok